Я разговаривал на русском языке, на телевидении. Ничего, вообще, никто слова не сказал. Понятно, что ведущие, там, новостейные, понятно, они должны говорить на государственном языке. И государственный язык украинский, конечно, вообще вопросов нет. Но, чтобы меня кто-то заставлял, кто-то говорил, такого никогда не было. Это миф, который навязывает в России, многие верят, что если я вдруг скажу что-то на русском в такси или в магазине, то вас побьют, убьют, порежут. И вокруг ходят бандеровцы. Так я думаю, что моменты вот этих факельных шествий, которые создавались на деньги Путина, я так думаю, которые для того, чтобы снять картинку, которую показывают у вас в стране. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, мы прогнали Москаля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, мы прогнали Москаля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, мы прогнали Москаля. А мы все за Украину, за ее правду, ее силу. Доброго вечера, друзья. Не доброго вечера, а мне, друзья. Казалось бы, при чем здесь Потап, который прогнал москаля, суть по всему, из Израиля, потому что он скачет именно там. А поймете, почему. Ближе к концу, в пятиминутке. Дело в том, что в предыдущем сюжете я рассказал о скандале, который произошел во Львове. Там на звезду шоу «Холостяк» и модель, ну, модель относительно, что у него рост метр пятьдесят девять, ну, позиционированный модель. Настю Распутину, которая также известна, как Аделя Асанти, актрисы фильмов для взрослых, если вы понимаете, о чем речь. Вот, на нее напали. Ну, как ей задали вопрос, на мове она ответила по-русски, поскольку она сама из восточной Украины пишут, что она харьковчанка. На самом деле она родилась в городе, который сейчас называется Днепр. Опять же, песня совсем диатом. Она ответила по-русски и получила сполна. Она получила такого пенделя, что ее лопнул имплант в попе. В левом полушарии, скажем так. А это, я повторю, она актриса. Актриса порнофильмов. Для нее это рабочий инструмент. То есть, в принципе, это так достаточно серьезно. Так вот, в догонку к этому сюжету посыпались комментарии такого рода, в том числе от моих знакомых, коллег. Это все ерунда. Во Львове можно говорить по-русски. Я, говорит одна знакомая, приезжала каждый год во Львове. На мове, не знаю ни слова. Прекрасные люди, вкусный еда, красивый город. Никаких проблем не было. Так что это все ерунда? Или живущие там. Всю жизнь я живу в Киеве. Всегда говорю по-русски. Ни суржика, ни мова не знаю. Не было никаких проблем. Хотя тоже Киев, я напомню, Ларита Милянская рассказывала мне в свое время, что ее мать избили именно за русский язык. Именно за русский язык. За долго до войны все это было. Вот и все эти рассуждения, что я бывала во Львове, никаких проблем с русским языком делала, запоминают мне рассуждения женщины зрелые, которые говорят, всю жизнь я прожила. И меня ни разу не изнасиловали. Я носила короткие юбки, глубокие декольки. Губы надувала. Меня не изнасиловали. Ни одного моего знакомого не изнасиловали. Более того, ни одного моего знакомого не изнасиловали. Изнасилований нет. Надо эту статью убрать из Уголовного кодекса. Ну нет, не существует изнасилования. То есть люди считают, что если с ними это не случилось, это, знаете, вот все вздор, чего не знает Митрофанушка. Вспомним русскую классику. Если с ними это не прошло, этого не существует. Как одна знакомая детства моего, своего, вернее, я уже был студентом, когда познакомился с ней, дочь очень известного нашего поэта Песенька. Она живет в Мюхене, и она мне говорила, здесь нет никаких иммигрантов. Все это путинская пропаганда. Вот то же самое. Если человек не столкнулся с проблемами, если его не ограбили, если его не избили, нет никаких иммигрантов. Если женщину не изнасиловали, значит, она может ратовать за то, чтобы норму об изнасиловании убрали из Уголовного кодекса, потому что изнасилования не существует. То же самое с этим русским языком. Я говорил по-русски во Львове. В эфире мне Андрей Комаров, такой журналист, очень известный, один создатель культового проекта «Музыкальный лифт» в годе Перестройки. Он в эфире, я его приглашал на радио, в проект «Мимонод», поэтому я могу рассказать, как он говорил. Я был во Львове, он говорит, и чтобы вот как бы не говорить ничего про бандеровцев, героев, я сразу говорил первым «Слава Украине», а мне уже отвечали герои «Слава». Офигенно. Вот просто посидим «Слава Украине». Что вот значит вот это самое не сказать. Ну, пипец. Просто пипец. Вот, насчет Потапа. Почему с него, собственно, сюжет начинается. Про русский язык на Украине. До войны задолго, или даже до информационной войны, до крымских событий, у меня в студии проекта «Правда-24» был Олег Скрипка. Фронтмен, создатель группы «Лопли-Видопляция». Украинская рок-команда. Очень известная. Может быть, даже самая известная. Вот. И мне на полном серьезе он объяснял, что на Украине, ну, во-вторых, на Западной Украине, надо петь на украинском языке. Вот надо петь на украинском языке. Это было в связи с чем? Как раз незадолго до этого интервью у этого Потапа и Настя Каменских, его партнерша, закидали тухлыми помидорами или чем-то там на сцене одного из городов украинских. Потому что твари посмели петь по-русски. Вот это так просто. Сойти не может. И чтобы два раза не вставать, возвращаясь к эпизоду с Настей Распутиной, там очень многие обратили внимание, что она собирала деньги для ВСУ. И как бы помогала, чем могла. Не надо из этого делать какое-то большое событие. Дело в том, что на Украине иначе невозможно. Если ты так называемый серебричный, то есть если ты знаменитость, ты не можешь существовать в публичном пространстве, если не помогаешь ВСУ. Или, во-первых, не говоришь об этом. Это просто исключено. Просто исключено. Там не могут и ресторан сжечь, как было там с заведением Ани Лорак. И родственники пропадают и запугывают людей из БУ. Ты не можешь не расписаться в том, что там обязательно надо сходить в терроборону, одеть форму, как это Ивакарчук делал и Макс Барский. После этого можно ехать и троллировать и там. В Америку, Германию, Европу. Не суть важна. Но ты должен обязательно сказать, что ты помогаешь своей армии. Это выразительная, кстати, конечно, разница с нашим шоу-бизом, с нашим бомондом. Но, с другой стороны, хвала всем богам и демонам, что мы дожили до той атмосферы, которая на Украине уже столько лет. На меня только что в центре Львова напал мужчина. Рассказываю вкратце, как это все происходило. В общем, я проходила мимо грант-отеля. Я шла в наушниках, в телефоне, по навигатору. Я никого не трогала. Подходит ко мне мужик, начинает вот так вот перегорожать дорогу и говорит, сучка, ты куда идешь? Я говорю, мужчина, говорю. Вы, говорю, как со мной говорите? Я сейчас вызову полицию. А он мне говорит, ах, ты, я говорю, русскоязычная мразь, говорит. И как взял меня с ноги, ударил, вот просто, вот чтобы вы понимали, ударил меня в имплант, в левую мою булку. Это вообще как? Среди белого дня, 12.30, я шла на обед. Центр Львова. Ну как? Ну куча камер. Ну я, ну, я просто, ну я растерялась, я испугалась. Я начала прикрывать лицо. Я уже думала, что мне будет, ну дальше бить. Ну, это так, Львов встречает людей из Киева, с Харькова. Ну это вообще, это нормально? Ну я не понимаю, меня просто ударил незнакомый мужик за то, что я ему ответила на русском, понимаете? Ну... С того, как мою маму избили ногами за то, что, ну какая-то падаль, еще раз говорю, ни у моей мамы, ни у меня, ни у меня. Простите, я пропустила. Я вам сейчас расскажу. А я не слышала об этом, даже не слышала. А мы это, мы это скрывали. Скрывали, потому что дочке надо было доучиться. Это недавно произошло? Это было пять лет назад. Она, дочка еще училась в школе, и мама возвращалась из дочки, с дочкой со школы, всего два светофора до дома, несла кошелек, хлеб, и они что-то говорили. И сзади какая-то скотина, там сказала, что ты там по-русски говоришь, и мама получила удар в голову. Это произошло еще до военного конфликта? Да, до, да. То есть просто хурриганство было, которое связано с на языковой почвей? Да. Это странная история для Киева. Вот она странная, но она случилась. Но люди оттащили, но маму били ногами, вот один углевик, один углевик, у нее сотрясение мозга. Она полгода пролежала в больнице. Небольшие последствия, но есть, потому что с возрастом эти болячки, они тяжелее переносли. Я наняла водителя охранника, дочка закончила школу. Мама все равно, все равно нам в голову не пришло назвать там страну фашистской, не мне со стороны. Вы даже не сделали ни одного заявления? Нет, 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 потому что ублюдки есть везде. Они есть и здесь, они есть в Америке, вы можете нарваться, вы можете нарваться в Украине. Почему я должна всех огульно называть там националистами, фашистами? В любой стороне мера могло это произойти. Да, такой вот ублюдок мог оказаться, и мама попалась под руку. Смотрите, вот недавно была история, когда Потапа и его партнершу закидали каким-то сельсход с продуктами и освистали за исполнение на русском языке. Вы можете себе представить ситуацию, что где-нибудь в России музыкантов за то, что они поют на украинском языке подвергли бы, я не знаю, какому-то астракизму? Почему такая разница к подходам? Чем вот вы себе можете это объяснить? Потому что вопрос языка, он болезненный на Украине и он стратегически важный вопрос. Вопрос языка на Украине это вопрос существования Украины как государства вообще. Это кто-то понимает, кто-то не понимает, а какие-то люди, какие-то силы на этом зарабатывают политические дивиденды. И вот такие акции, как забрасывание яйцами кого-то там, культурных деятелей либо политических, это все равно политическая провокация и какая-то власть себе какие-то там очечки куда-то записывает либо какое-то формирование. И значит у них какой-то стратегический план, потому что когда это происходит, всегда есть кто это сделал. Но слава Богу, слава Богу, где, ну там, не у нас это происходит, ну страшные вещи, я быстро напомню и забудем. Это теракты и всегда есть ну как бы производитель теракта. То есть это страшная раскрутка. Но тут как бы более мягкая история, это кто-то раскручивается, безусловно, какая-то, ну мы живем в таком мире. Вот. А Потап и Настя, я их прекрасно знаю, люди как бы популярные во всем СНГ, но они любят Украину, они действительно патриоты, я знаю. Все любят Украину. ну они хорошие люди. Но могли бы в Тернополе спеть на украинском языке или по крайней мере я знаю... А у них есть репертуар? Нет, у них нету. Ну а могли бы могли бы напрячься, потому что я знаю даже русских исполнителей, которые приезжают на Украину, они там хотя бы одну песню поют, даже и Киркоров пел, и Кобзон, они на украинском языке поют, и сразу... Он сам Бог велел. Ну да, и сразу всем приятно, и естественно, людям это очень нравится, потому что это дань уважения. А если исполнитель приезжает в украиноязычный город и не поет на местном языке, то он рискует получить вот такие штуки, дивиденды, потому что надо учитывать настроение народа. Я советую Украине и Киеву перейти на московское время. Русский язык сделать единственным государственным языком. И тогда будет все хорошо. И на украинском, ради бога, все говорят на турецком, на румынском и так далее. Но язык нас объединяет. Я вас уверяю, скоро Турция сделает русский язык вторым языком. В Израиле русский язык второй. В Америке русский язык третий. Английский, испанский, русский. Это все уже человечество как бы идет к этому. И во многих странах три-четыре языка. Поэтому никто вам не мешает русский язык не трогать хотя бы. Но всячески давление. Вот сделали уже русский язык, так сказать, рабочий язык в регионах. Не отходится увеличить, чтобы уменьшить. Зачем вы издеваетесь над русскими? Почему они должны говорить и думать по-русски? Это же чудовищно. 21 век, и у вас давят и душат русскую культуру. Позакрывали все русские школы в Киеве. Сколько школ на русском обучении? Одна школа? господин Жириновский. А было 20. прессу. Если ваши журналисты обманывают, тогда вы их заставьте писать правду. Пожалуйста. Владимир Владимирович, извините за вас перебивать. Буквально одну реплику. В этой студии находится больше ста человек. Они все разговаривают на русском языке. Они все пишут на русском языке. Они все читают на русском языке. Они могут свободно общаться с вами на русском языке, на вашем родном. Скажите, пожалуйста, если мы приедем в Москву, мы сможем говорить на украинском языке в студии? Пожалуйста. Вы думаете, там будут люди, которые понимают? Ну, если их нет, что работать по украински? У нас нет. Вы поймите правильно. Я вам как политику говорю. Но если вы приедете в студию, мы вам разрешим говорить по-украински, но вас никто не поймет. Владимир Владимирович, Владимир Владимирович, я призываю вам следующий отпуск провести со мной на Украине. Да. Поехать в любой населенный пункт, где с вами любой гражданин Украины будет разговаривать на русском языке, и проблемы русского языка в Украине нету. Согласен. Не выдумайте, пожалуйста, этот вопрос. Ну, а сколько скол на русском языке в городе Киеве? Сколько, называйте? Было 20. Сколько осталось? Достаточно. Одна. А сколько? Ну, сколько у вас школы? Назовите. Было их не 20, а много больше. Владимир Владимирович, мои дети учатся в обычной 155-й школе. Если мы с вами завтра посетим эту школу, вам дети все будут с вами говорить на русском языке. Сколько в Крыму украинских школ? Знаете? Там вообще не должно быть. Одна. Одна. И то закрываю. Крым. Победите, сказали, надо идти на территорию российской федерации. И они все пошли. И берут, забирают все. Вычищают украинцев полностью. Вот реализуют ваш сценарий. Крым. Вы этот сценарий озвучили несколько лет назад. Реализуется партия регионов сегодня. Хотя есть и здравые мысли. Ну, вы же историю знаете. Когда Россия присоединила Крым 200 лет назад, то рядом никакой Украины не было. Это была Россия. Ради Бога, армия общая была. И поляки с нами у нас были в армии, и финны, и туркмены, и узбеки. В армии было много. Только Сталин сказал в июне 45-го года, только русскому народу я говорю спасибо. Это единственный народ, который обеспечил победу над фашистской Германией. Много было народов. А только русские сломали хребет. Потому что остальные разбегались, к сожалению. И у нас не стоят памятники Бендера или Шукевичу, которые уничтожали советских солдат за то, что они освобождали Украину от фашистов. Разница есть. История же вот недавно произошла. Благодарю господина Жириновского. Я обращаюсь к русскому и украинскому народу. Самые лучшие отношения к Украине в России. Ни одного антиукраинского мысли нет. Ни одного шага. Я хочу, чтобы так же было и на Украине. Чтобы перестали упрекать друг друга, вспоминать плохие страницы в нашем прошлом. И чтобы газ пришел дешевый для Украины. Но и Украина взамен тоже что-то дала бы. Мы можем договориться. Торговать можем. У вас есть много из того, что вы можете продавать России. И за счет вырученных денег купить огромное количество русского газа. Только давайте расширять все это. И запомните, я не хочу вам желать плохого, но вас никогда не примут в Евросоюз. Неужели вам приятно стоять в передней и ждать, когда вам скажут пошли вон, как Турция не сказали. 50 лет Турция ждала вступления в Евросоюз. Чего вы унижаете себя? Великий народ, космическая нация, мы вместе космос с вами, так сказать, осваивали. И скоро полетят русские космические корабли на Луну и на Марс, и на Венеру. А вы, понимаете, будете стоять в предбаннике, как румынский дворник или польский сантехник. Неужели для этого вы все жили вместе с нами? Поэтому подумайте и захотите, вы сами измените политику. Я вовсе ничего не говорю, давайте с Россией, сами решайте, добровольно, ассоциации подписывайтесь, все что угодно делайте. Но не получится. Я вам даю прогноз, когда прогноз по Афганистану, Ирану и Турции. Я благодарю Владимира Жириновского лидера фракции. И в этой стадии будет идти передача на русском языке.